В общем, пошли на дело. Это у меня яичная шкарлупа. Сейчас пойдём ловить стерлядь. Так. Значит, вы у нас стоите. А вот здесь у нас происходят какие-то страсти. Раз съеден, два съеден, три и четыре. Этот пока стоит. Эти вроде как кто-то жрает. Он жрёт прям, прям не сказать, что жрёт. Так. Вот поймать, кто это жрёт и наказать. И наказать. Так. Ну, вроде как вот здесь вот здесь вроде как это самое. вот он, стерпец. А здесь вот всё сожрано. Блин. Блинский блин. Так. Ладно. И здесь вроде бы это самое. Так. Здесь. Ну, я его присадила. Ну, по-моему, всё. Капутский. Так. Это лезет. Значит, план действий. С учётом того, что у нас вот это всё вот эти всё засранцы лазят и жрут. Вот он. Вот он стерлядь, понимаешь, литокой. Сейчас мы ему сделаем секир башка. Вернее, мы его отсюда уберём. Ничего жрать, мои понимаешь, томаты. Лето короткое. Тут он ещё жрёт. Дай-ка сейчас. Хотела лампочку взять. Ну, лампочка раз это самое. Ну, где ты там? Сидит же. А, ладно. Рукой возьму. Не хотела. Вот так и быть. Так и прощайся. Всё. Это показывать не буду. Значит, что я тут придумала? Есть у меня вот эти яйца. Ну, да. Как бы яйца были. Я вот, чтоб он туда не лазил, я решила сделать такой финт ушами. Насыпать скорлупу. Вот. Чтобы они, потому что, если она, зараза, это будет продвигаться, да, она же будет цепляться и, как бы, и не сможет лезть. Насколько мне так кааться. я вот решила сделать такой вот форс-мажор этим товарищам, чтоб он не ползалось тут как по Бродвию, чтоб он так потяжелее ползалось, чтоб они влипали и не могли дальше передвигаться. вот. Так что будем мстить. И мстя моя будет страшна. Так, ну здесь я тоже немножечко подсыплю, чтобы ползать было неудобнее. Неудобно. Так, вот так вот, пусть они тут, конечно, они как-то доползают до стебля, но все равно лучше посыпать. Может повезет. У меня там еще есть, конечно, эти самые томатики. Ну, не хочется. Вернее, я их тоже как бы посажу. Ну, вот этот большой, он уже это самое, он тронулся. Так, в общем, мстя, моя мстя. Хорошо, что я яйца собираю с кролупу. Так, ну этот вроде бы растет. Сейчас мы его куда-нибудь тоже так подсыпем, чтобы не влипали. Вообще-то существует этот самый, предлагается, если есть медная проволока, то вот как бы медной проволокой можно бордюрчик какой-нибудь сделать. Так, здесь, значит, у нас что? Вроде пока вся живая. Так, здесь вроде как нету. Хотя, зараза, подальше от бордюрчика вроде держится. Вот это, конечно, вот здесь вот стебель стоит, здесь вот кусочек листика может прочухается, потому что стеблем то он стоять-то и будет стоять. Вот. Вот это, конечно, тоже дурьба. Не знаю, прочухаешься ты или не прочухаешься. Но верхушку сожрали. Сожрали верхушку. Ладно, здесь, ну, здесь уже ничего не видно, если что, потом досажу. Вот, может, вот этот как-нибудь. Ну, то есть, план таков, что они полезут на и будут прилипать и как бы с места не сдвинуться. Ну, вот хочется так надеяться. Мне, во всяком случае, хочется надеяться. Сейчас я тут тоже с этой стороны подсыплю. Аппетит им попортить. Битва за урожай началась. Вот. Началась битва за урожай. Так, вы вроде нормальные стоите. Потому что те, которые уже крепенько так подсели, вернее, подросли, то они как раз вот а вот этот что-то сейчас это тоже насыплю. Посмотрим. через часик выйду, посмотрю. Может, повезет. Ну, в общем, мустя моя такая. Эти вроде бы все стоят на этой стороне. Вот. Все стоит. Раз, два, три. Ну, крепенькие. А, вот ты зараза. Залежешь. не показывай. Немножко тут подсыплю. Чтоб ему жизнь малиной не казалось. Так, ну, эти вроде бы стоят. Нормально. В общем, такая история. В темноте смотрю, потому что днем они не любят солнце. А сейчас последние дни немножечко покапал дождик. и они почувствовали себя так сказать на свободе. Все эти товарищи слизни. Да, вроде бы нормально. Вот. Занесу в дом. Мало ли, может еще придется яичниц поесть в ближайшее время. Так, ну что, пупсики, стоите, стоите. Давайте, мои зайки, мои пупсики, вы мои пупсеночки. Будем бороться за выживание. Раз, два, три, четыре, пять. А вышел зайчик погулять. Вот. Вечером, конечно, надо выходить с этим с осмотром. надо выходить с осмотром, может. Может, и спасу. Прям прожорливые гады. Да. Прожорливые. Тут вроде дождик сегодня у нас прошел. Я даже ничего не поливала. Вот оно так красивенько, все зелененько. ты ж моя, ты зараза. Вот оно ползет. Ползет. Сейчас мы тебе сделаем Кузькину мать. Кузькину мать вот так вот сделаем тебе. Посмотрим, ты будешь ползти куда-нибудь. Нравится тебе это или нет? Сейчас узнаем. То ишь ты. Так, а у нас тут нашли. Нашла три штуки. Когда было сухо, они никто никуда ничего не полз. Сейчас вот влажно и они так сказать смазали лыжи и побежали. Да? И побежали. Не нравится тебе, да? Не нравится? Вот. А может и поползет засранец. Укропчик. Мой любимый гробчик. Так, что-то не то снимаю. Вообще-то они очень хорошо солью посыпаешь вот этих дружбанов солью и они прям скукоживаются. Так сказать, мстя. Ну, а лучше их собирать в банку с соленой водой. Вот. Правда, я в свое время собирала, собирала, было несколько лет назад. Просто ужас какой-то, какое огромное количество этих слизней было. Просто не знаешь, куда бежать, кому сдаваться. То я их и собирала, я их и лопатой била. И что я только с ними не делала. Но сидит и движется. А нет, вроде начал двигаться. Так. Прямо хоть этот самый оставляю. Хм. Не движется, засранец. но не нравится ему, не нравится. Сейчас он немножечко слизи выработает побольше. Я дорожку постелю, чтобы ему совсем жизнь малиной не казалась. Это что-то? Ну что ты думаешь? Тебе это и к тебе золотая рыбка. Хотя можно, так сказать, оставить на полчасика, посмотреть, в какую сторону этот яйцеобразный дружбан поползет. Так. Сейчас он рядом. 23.47. Запоминаем дату. Придем через полчаса. тут я поставлю эту какую-нибудь меточку. Где он был? Так, посмотрим. Будет он куда двигаться или нет? Чуть не забыла про этого звероящера. Пошли глянем. Так, это, наверное, больше полчаса прошло. Так. Проверяем, работает это или не работает. Если работает, тогда значит будем действовать таким манером. А если не работает? О, работает! Сидит на месте, даже не шевелится. Полчаса прошло, слушайте. Работает! Не шевелится. Не нравится ему. это это хорошо. Это просто замечательно. Так, ну что тут у нас? Больше никто? Кроме коров не дышит? Это хорошо. Так, значит, за полчаса он никуда не дополз. так, здесь вроде все на месте. Здесь вроде как тоже. Так, сейчас зайдем сюда, может, тут какой-нибудь боевой иноходец выполз. Так, ну что? Никого нет. никого нет. Здесь вроде как тоже никого нет. Здесь тоже никого нет. Ну, если они, конечно, не будут десантироваться с воздуха. Ах, ты зараза! Вот оно, наверное. Если они не будут десантироваться с воздуха, то шанс есть, конечно. так, здесь вроде бы нормально. Паучок пусть ползет. Так, 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 так. Ну, что, подружка моя, у тебя есть шанс пройти испытание или же я тебя катапультирую в сторону дороги. Как ты думаешь? мне все-таки кажется, что надо тебя катапультировать. Как-то не хочется брать лишнюю жизнь. я понимаю, что у тебя дети, тебе надо кушать, но борьба за жизнь за урожай начата. Так, ладно, прости, родная. Будем тебя катапультировать. Ты, конечно, очень красивая. Дайте фоточку заделаю на память. Так сказать, борьба за урожай. Так и напишу. Что, ты не хочешь фотографироваться, что ли? Давай. катапультируем. У, сидит там, а что? Так, тут у нас по стенам никто не ползает. А он там ползает. Вот она. Точно. Катапультировать их надо всех. Да? Давай, родная, шлем привет на этот самый на свободу с чистой совестью. Надеюсь, жизнь чужбине тебе понравится, и ты сюда больше не вернешься. Вроде. Вот она, жизнь такая, какая-то-то какая. Так, ты, полосатый змей Горыныч, вот так вот ночные бдения трах тебе дох, тебе дох. О, о, Семен, Семен Горбунков. А я-то обрадовалась. А тут их аж хороший такой пацан. Прям размером с мной большой палец. Так, извините, ребята, битва за урожай. Одну я спасла. А вам они прут из-за кордона. Ты гля, они прям из-за кордона прут. Вон еще вот это ладно, ты пока сиди, сейчас я тебя отправлю. Это ж надо стены все проверять. Ятишки кое-нибудь Вот они откуда Вот они откуда все прут-то. Так, ладно. Надо стены тогда проверять. Кто-то он пёр-то в ту сторону, да? Вот они, три штуки прям. Злодейские. Какие злодеи тут у меня. Так, ну вроде бы. Всех собрала. Ладно. Не хотите по-хорошему? Отправлю вас на море. Фоксик, не смотри сюда. О, там вон четвёртая ползёт. Да, в общем. Фоксик, ты сюда не смотри. Тебе нельзя смотреть. Ты маленький. Тебе нельзя на это дело. Смотрите. Так, куда ты собрался? Да, вот давай. Всё, всё. Там ещё где-то улиточка была. Четыре. Улитка пятая. Улитка пятая. Так, ну вот. Вот они, понимаешь ли, методы реальные. Ну что, пацаны? Извините. Извините. Вон, видишь ты, какую он на это нажрал-то себе вкусняшку. Так. Сейчас мы водички нальём, чтобы пока поплавали в бассейне. Как говорится, даже ядированный для вас не пожалею. Вон они, видите, ползут наверх. Всё. Морская гладь у нас тут будет. Извините. Вот такая вот. Такие у нас тут страсти. Всё. Так, давай. Что ты думаешь, что ты мужские эти самые устрои? Так, а ты что? Ты у нас не движешься. Вот как хорошо. Значит, это вполне можно использовать как тактика поведения с этими товарищами. Ну, я тебя оставлю до утра. Посмотрим, что там с тобой утром будет. Так, вот она. Красавица. Ну что, мы тебя отправим тоже вслед к твоей подружке. Ты, конечно, вверх ползёшь, но кто ж тебя знает. Вот. попрощайся с помидорками. Всё. В общем, смотрим, что будет завтра. Давай, моя золотая. Потому что ты у нас всё-таки как бы мне не хочется тебе просто так. Да? Да? Не хочется меня тебя просто так. Вот. Ты видишь, какая. Ну, в помидорке ж нельзя кушать. Нельзя. Так. полетели. В общем, на этом боевые действия на сегодня. Я заканчиваю. Посмотрим, что у нас там завтра будет. Как раз и проверю. Работает стопроцентно или не работает стопроцентно. Это я уже завтра займусь. Потому что там помидоры остались, паприка осталась. Надо их досадить. и огурцов. У меня же целая куча огурцов. Месячка. Прошло несколько часов. Вот этой штукерации нет. Уползла. Значит, не сильно помогает. стерлядь. Ну да. Не знаю, где. Вот она, стерлядь. Ну, во всяком случае, остановила на какое-то время. Значит, мне всё понравилось. Значит, таким образом надо делать чек-листы. Вот он. Кушать хочется. Вот поэтому и пополз. Товарищ чё. Утренняя смена. Зашло посмотреть. Ну, по-моему, не знаю. Тут сверху догрыз кто-то. Или это не догрыз, оно просто так... Не, оно просто завернулось. Извините. Поклёпуш извините, товарищи. Ну, эти вроде вот здесь вот отъели один. Да. Там вроде бы стоит. Не знаю. Эти ушки подняли. Хорошо им. Так, ну, этот верх, конечно, съедем. Да. Съели. Угу. Ну, эти вроде как... Этот уши поднял, этот тоже вроде поднимает, этот... Не знаю. В общем... Капут. Капут, капутский. Так, давай редиска расти уже, давай большая, красивая, вкусная. Я салат из тебя делать буду. Ну, тут, конечно, росы посталось, но посмотрим, что оно там. А вырастет, так и вырастет. Не, хорошо, когда дождик прошел, это просто замечательно. Ночью тоже прошел наш пушистый друг. Вот этот, барометр ходячий, пришел с мокрой спиной. Да? Скажи, дождь пошел? Да, дождь. Дождь. Дождик у нас, скажи, тут шел, шел и дошел. Тетя, все это там свою зёпу, все это свою зёпу тут умастил. Ну, все это такое. Все это такое. Будьте любезны, опустите ваш элемент неожиданности. Элемент неожиданности. Куда ты пошел? Ну, что ты туда пошел? Ну, что ты туда посел? Что ты туда посел? Сегодня утром устроил, понимаешь, террористический акт нападения на Рыжего катать Фоксика. Прям вот схватил его, как закричит Фоксик. Фоксик. Ух ты что, мою. Я в них раз подушку метнула. Не знаю, попала, не попала, но они разбежались. Товарищи, вообще-то меня ждет кофе, а ты там что-то улегся между тут? Что-то улегся. Да, что-то улегся. Что-то тут улегся. Что-то тут улегся. Ты. Хвостопопия. Он хвостарчит. Хвостопопия. Хвостопопия. Ревнивый засранец. Ревнивый. Ревнючая такая. Морда полосатая. Да, ревнючая, ревнючая. Такая ревнючая, ревнючая. Ревнючая, ревнючая. Привет, скажи. Привет. Привет, ромашки. Держи. И моркотит, засранец. И моркотит, засранец. Моркотит такой. КАРЬЧИТ-КИТЬКИТЬ